Они не открываются у нас, потому что если их открыть, они рассыпятся. Айшат Сейдулаева – активная жительница бывшего общежития во втором микрорайоне. Дом стоит в центре, цоколи арендуют кафе и магазины, на крыше антенны. В итоге за несколько лет накопилось почти полмиллиона арендных средств. Решили так, давайте тогда два блока, просто на что не хватает, заменим окна, и у нас деньги хватает на мусоропровод вот эти двери заменить, они гнилые у нас, они выпадают и еле держатся. Хоть на это пустить эти средства. А потом уже соберется сумма, уже будем дальше бомбить, уже по сушилкам, по коридорам. Как уверяют коммунальщики, арендные средства есть почти у каждого дома, особенно в центре города. Магазины, парикмахерские, сотовые операторы протягивают кабели через дома. Это тоже не бесплатно. На что можно потратить эти деньги? На что их направлять, решают собственники. То есть, если мы управляющей компанией видим, в чем нуждается дом, то мы можем без согласования, то есть направить их на нужды дома. Именно то, что не входит в перечень работы и услуг, которые оплачивают ежемесячно собственники. То есть, это дополнительные затраты, которые идут на благоустройство дома. Сделать более широкий козырек на подъезде, установить современную входную группу, огородить детскую площадку, установить датчики движения в подъезде или посадить тюльпаны, если арендных средств немного. Айши Цейдулаева дождалась замены окон в общих кухнях. Узнать, сколько у дома арендных средств и куда их планируется потратить, можно на общих собраниях жильцов. Там же можно подать идею, как дополнительно заработать. Чтобы сдать общее имущество в аренду, необходимо решение общего собрания собственников. То есть, все жильцы дома должны выразить свое желание, чтобы, да, мы согласны, чтобы стояла антенна, был размещен баннер сбоку дома, чтобы, допустим, общее имущество в виде квартиры сдавалось под какой-то магазин или еще что-то, парикмахерскую. К слову, в Нефтьюганске есть дома, которые накопили огромные суммы до 500 тысяч рублей арендных средств. Но так и не могут решить, на что их потратить. Прийти к соседскому единству – самое сложное в этом вопросе. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Продолжение следует...